Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие по столице нашей Родины, Москве. И начнем мы его с одной из главных достопримечательностей Останкинской телебашни. Останкинская телебашня является главным символом российского телевидения и значимым туристическим объектом Москвы и всей России. Стройная красотка видна почти из любой части Москвы. Ее высота 540 метров. На момент постройки в 1967 году башня была самой высокой в мире, перейдя сегодня на 14 место. Но это по-прежнему самое высокое сооружение в Европе и России. Для наглядности, представьте, что перед вами 180-этажный дом. Таков рост нашей башни. В башню по 30-40 раз в год попадают молнии. Верхушку обдувают ветра. Проект допускает отклонение этой самой верхушки от вертикального положения на 14 метров. Рекордные отклонения, зафиксированные с момента постройки, составляли 6 метров во время урагана 20 июня 1998 года. А разрушение башни грозит в случае, если ветер будет сильнее 40 метров в секунду. К счастью, Москва таких ветров никогда и не знала. В конце 1930-х годов на Шабловске построили телецентр возле Шуховской башни, на котором установили передающую телеантенну. В 1938 в эфир вышла первая пробная передача. Сигнал с этой башни обеспечивал прием телепрограмм почти по всей Москве и Подмосковью. Но в масштабах страны его явно не хватало. Решили строить новую башню. Поначалу собирались делать это в районе Черемушек, но скоро стало ясно, грунт там не подходит для тяжелой конструкции. Тогда перенесли стройплощадку в Останкино. В 1955 году вышло постановление Совета Министров СССР о реконструкции Московского телецентра. Главный конструктор Николай Никитин за одну ночь, говорят, придумал для тяжеленной башни лепестки опоры и стакан между ними. Изначально он планировал всего 4 лепестка, но на практике потребовалось 10. 5 ноября 1967 года Останкинская телебашня в Москве была запущена. А Шуховская, наоборот, прекратила вещать и осталась с памятником архитектуры и инженерной мысли. Вот несколько интересных фактов. 55 тысяч тонн вест Останкинской башни вместе с фундаментом. 74 метра диаметра пора. 337 метров высота, на которой находится смотровая площадка. На 16 нижних этажах находится техническое оснащение вещательных станций. Восьмибальное землетрясение способно выдержать башни. 7 метров в секунду скорость пассажирских лифтов. Поднявшись на скоростном лифте на высоту 337 метров, вы увидите панораму Москвы. Благо, смотровая площадка круглая и город будет открываться со всех сторон. При благоприятных погодных условиях столица просматривается в радиусе 70 километров. К тому же на площадке установлены телескопы. В них можно разглядеть самые дальние здания. Музей, посвященный истории строительства и архитектурным особенностям телебашни, находится на первом этаже. А еще у вас есть возможность побывать в ресторане «Седьмое небо». На всех трех этажах ресторана вращаются полы. За 40 минут они делают полный круг, а вы наслаждаетесь меняющимися видами за окном. Имейте в виду, чтобы пройти в ресторан, надо покупать билеты для прохода на башню. Без них не пустят. Лифт сам по себе достопримечательность. За один раз он поднимает или опускает 13 человек. Скорость не ощущается, а вот уши от перепада высот закладывает. Вы сможете наблюдать на мониторе в режиме реального времени шахту лифта и видеть, в какой части башни находитесь во время движения. Попасть на башню можно в любое время года, но лучше ориентироваться по погоде. В снег или туман видимость будет крайне ограничена. Так что ждите ясного дня, и тогда уже смело отправляйтесь в Останкину. Вы не уйдете без селфи на фоне городской панорамы. Самый популярный снимок отсюда – это когда посетители садятся на прозрачный пол. Таких стеклянных участков на закрытой площадке на высоте 337 метров несколько. Дух захватывает, когда видишь под ногами город. Но волноваться не стоит. Ударопрочное стекло удерживает вес 3,5 тонн. А это вес слона. Также стоит сделать селфи в ресторане, кафе или кофейне наверху. А также при входе возле лепестков, которые служат основой нашей башни. Там же недавно открыли памятник от сути телевидения изобретателю кинескопа Владимиру Зворыкину. Смотровые площадки Останкинской телебашни – это единственное место, откуда можно рассмотреть все достопримечательности столицы одновременно. Посетите телебашню и вы увидите всю Москву от края до края. А сейчас мы с вами отправляемся на ВДНХ. Фонтан «Каменный цветок» – это один из трех главных фонтанов ВДНХ. Создан к открытию ВДНХ в 1954 году по проекту архитектора Константина Топурицы и скульптора Прокопия Добрынина. Разположен фонтан на центральной аллее. Образ каменного цветка пользовался большой популярностью в советской массовой культуре. Незадолго до войны были опубликованы уральские сказы – устные предания уральских горнорабочих в авторской обработке Павла Бажова. Очевидно, близость павильона Урал, не сохранившейся до наших дней, подсказала идею для фонтана и названия. Удивительно, что такой крупный и сложный объект выставки воплощает сугубо сказочный сюжет, без какой-либо связи с сельским хозяйством или социалистической идеологией. Основное предназначение этого фонтана в ансамбле выставки – создавать у посетителя ощущение чудесного города, где камень и водные струи превращают в гигантский сказочный цветок. Каменный цветок имеет ступенчатую композицию. На широкой двухъярусной постамет установлен гигантский лепной букет, окруженный сверкающими кристаллами. Второй ярус украшен 16-ю чугунными раковинами. Из каждого яруса по кругу бьют ряды струи, благодаря чему создается сложная игра водных каскадов. Дополнительные группы фонтанов находятся по четырем сторонам от цветка и удлиненной части бассейна. Они оформлены в виде чугунных осетров и бронзовых гусей. Эффект сверкающих самоцветов создается за счет использования смальты – мозаики из металлической фольги, запаянной между пластинками цветного стекла. В результате получается водостойкий декоративный материал, который хорошо отражает свет. В середине 20 века старинная технология производства смальты была возрождена в СССР, и этот недорогой материал стал активно использоваться в отделочных работах. На полированных гранитных бортах бассейна расположены бронзовые скульптурные натюрморты из фруктов, колосьев, рогов изобилия, национальных кувшинов и ваз. Всего здесь присутствует 4 типа натюрмортов, в каждом из которых представлены растения, соответствующие условным географическим зонам СССР. Непосредственно под фонтаном находится машинное отделение насосной станции, в которое ведет небольшой тоннель в соседние площади. Стены фонтана и машинного отделения выстроены из монолитного железобетона и стальных конструкций. В машинном отделении установлено 11 насосов разной мощности, позволяющих выбрасывать в воздух 2000 литров воды в секунду. Во второй половине 2018 года началась полная реставрация фонтана, впервые с 1954 года. Для восстановления мозаичной отделки были демонтированы элементы центрального букета, а также бронзовые скульптуры и гранитная облицовка. Модернизация ждала всю гидротехническую систему. Фонтан вновь заработал в юбилейном 2019 году. Следующий фонтан, который является одним из самых узнаваемых и впечатляющих фонтанов НВДНСА, это фонтан Дружба народов. В народе фонтан также известен как Фонтан Республика. Фонтан Дружба народов расположен на главной аллее паркового комплекса выставки в центре одноименной площади Дружба народов между рабельоном номер один и фонтаном Каменный цветок. Сооружение, как и его сосед Каменный цветок, потребовалось, чтобы связать вместе все постройки Восьмигранной площади во время реконструкции выставки в начале 1950-х. Правда, на месте второго фонтана тогда предполагалось разместить памятник Сталину высотой 35 метров, но художественный совет посчитал, что монумент ваш здесь будет смотреться некрасиво из-за особенностей рельефа, поэтому землю отдали под еще один фонтан. Проект фонтана Дружба народов создавали архитекторы Константина Тапуридзе и Григорий Константиновский. В середине фонтана расположили круглый постамент. В его центре сделали снов пшеницы из позолоченной меди, который воплощал в жизни скульптор Гаврилов. Высота украшения составила почти 7,5 метров. Форму снопа выбрали, потому что на видимом расстоянии находился павильон земледелий. Здание оформили в том же стиле, поэтому водное украшение должно было быть и ему соответствовать. Фонтан выполнил в стиле неоклассицизма. Большая чаша фонтана имеет форму восьмиугольника и размеры 81 на 56 метров. Площадь бассейна фонтана составляет 3,8 тысячи квадратных метров. В чаше бассейна расположены основные архитектурные элементы фонтана, которые имеют систему из 784 струй, высота выбросов воды которых достигает 20 метров. В общей сложности вверх выбрасывается 1200 литров в секунду. В центре большой чаши фонтана находится красногранитный овальный ступенчатый фонтан меньших размеров, в котором размещен большой чашиобразный раздремленный вверх сноп из пшеницы. В окружном паре расположены статуи девушек-колхозниц. Каждая из них должна была воплотить образ какой-то республики Советского Союза. Первоначально хотели привлечь настоящих стружениц с полей, однако от этой идеи отказались. Почти никто из колхозниц не выглядел как идеальная утонченная женщина. Поэтому решили, что позировать скульптором будут представительницы более творческих профессий. Каждая статуя должна была передавать черты республики через деталь национального костюма и сельскохозяйственные атрибуты. В руках были растения, фрукты, злаки, которыми славились субъекты СССР. Интересно, что расположение скульптур было неоднозначно. Они стояли не в алфавитном порядке, а по убыванию численности населения. То есть за основу взяли перечисление в статье 13 Конституции СССР 1936 года. Хотя Молдавская и Киргизская ССР выбиваются из этого списка, они стоят не на своих местах. Кроме того, статуй больше, чем советских республик. Хотя на момент открытия все было верно. Однако в 1956 году Карелло-Финская ССР вошла в состав РСФСР. Таким образом, республик осталось 15, но скульптуру с фонтана убирать не стали, чтобы не нарушать облик сооружения. В качестве дополнительного визуального элемента использовали освещение фонтана. Оно включалось вечером. К сожалению, с годами инженерные системы износились. Фонтан стал работать ограниченное время. Кроме того, сами конструкции пришли в негодность. С начала нулевых обсуждали возможную реконструкцию дружбы народов. Однако исправить ситуацию с подачей воды удалось только в 2017 году. Полную уже реконструкцию фонтана завершили в апреле 2019 года. Он стал блестеть, а бронзовые скульптуры при облилении вероятный золотой отлив. Обновленное цветное освещение также смотрится красиво. В итоге можно сказать, что сооружению вернули было архитектурное величие. Сегодня фонтан является объектом культурного отследия федерального значения. Фонтан дружбы народов является главным фонтаном комплекса исторических фонтанов ВДНХ, а также визитной карточкой с символом как ВДНХ, так и Москвы в целом. Вот и подошло к концу наше маленькое путешествие. А я хочу поблагодарить от всей души Дарью Еремееву за предоставленный фотоматериал. Дарья много путешествует и всегда привозит много замечательных фотографий. Продолжение следует...